Приветствую вас, друзья! Меня зовут Александр. Вы на канале «Есть вопрос». И сегодня я расскажу вам историю одного продукта. Почему? Да все очень просто, потому что я знаю, что некоторые люди, некоторые методисты, подписанные на наш канал, стесняются своих фантазий. А я вам скажу очень просто. Фантазировать нужно. Фантазии движут миром. Поэтому не ограничивайте себя, сделайте тот последний шаг, чтобы реализовать свою идею. А я вам в этом помогу на своем примере. И съездил я в Германию. Совсем давно эта уже история была. И я обратил свое внимание на то, как много внимания уделяется людям с ограниченными возможностями. У них там называются особенные потребности, но это не важно. Много создано различных игр. Вот что важно. Не колясок инвалидных, а игр. То есть люди понимают, что с ними нужно заниматься досугом. Нужно, чтобы люди жили полноценной жизнью, был повод пообщаться друг с другом и создать какие-то развивающие игры, которые есть, как ни странно, у детей. А я же занимаюсь разработкой игр для детей и думаю, тут одно схлапывается, а это новая зона моих интересов. Почему бы и нет? И посмотрев налево и направо, пришла идея создать вот такую игру, которая называется винтовой солитер. Многие скажут, что за название солитер. Это же черви. Ну погуглите и поймете, что не так. А винтовой солитер это достаточно простая игра, но здесь важно что? Что мы крутим гаечки. А гаечки это что? Это развитие мелкой моторики, массажный эффект за счет шестигранной. Когда мы крутим их, мы массажируем пальчики и соответственно компенсируем некие недуги. А еще это логическая игра, потому что я не скажу вам с какого века она начинается. Это одна из самых первых логических игр. Она не легче шахмат, я вам скажу. То есть представьте, что на этом поле, на каждом кончике болтика, есть вот такая гаечка. Кроме центральной. И наша задача, как в шашках, методом срубания, перепрыгивая с одну на вторую, очищать наше поле от всех гаечек и в конце остаться в центре. Вы понимаете, что решения быстро вы вообще не найдете. Да их и по пальцам можно пересчитать. Поэтому игра достаточно интересная, но когда я уже ее начал делать, я даже здесь магниты спрятал. Вот я недавно совсем достал. Видите, у нас гаечки не падают, чтобы люди могли куда-то их складировать. Я пришел к тому, что, во-первых, нужно дать более функциональное решение. И если мы с вами утверждаем, что взрослые, глубоко взрослые люди, это те же дети, давайте-ка подумаем, что мы можем дать детям, что будет их развивать, потому что у меня информация о детях больше. А взрослые тут уже подтянутся. И мы убрали вот эту игру. Она у нас осталась, но мы внимание немножко перенесли и сделали игру, которая выглядит вот так. Потому что для меня шестеренки, болтики и винтики тесно связаны друг с другом. И я подумал, что будет классно делать вот такие механизмы, закручивать обязательно их. Разными типами гаек. Смотрите, колпачковая, барашковая, соединительная, ну длинная и классическая. Чуть позже я вам ее покажу. И работая шестеренками, повышающие и понижающие передачи, мы создаем различные интересные узоры. Ну классно же выглядит, согласитесь. Вот, опять же, сразу второй интерес, точнее вопрос. А почему педагогам она понравится? Неужели просто из-за того, что винтики и болтики появились? Нет, конечно же, им нужно предоставить некий набор карточек. А чтобы этот набор карточек предоставить, нам нужно понимать, какие задания мы будем давать. Наверное, какие-нибудь графические. Окей, как я подумал дальше. Во-первых, я смотрю, тут длина болтиков меня не устраивает, нужно уменьшать. И следующий наш эксперимент был уже с такими болтиками. И вот здесь у нас представлена вся палитра винтиков-болтиков, точнее гаечек. Но они стали меньше. Я такой подумал, окей, это очень удобно. Но у нас есть один недостаток. Это фанера, которая постоянно будет гнуться, потому что у нее такие свойства. Следующее решение было, опять же, подчеркнуто первым вариантом, потому что мы исследование провели. Не забывайте, что все, когда вы создаете, вы отдаете детям. Дети что-то делают, заполняют бланки педагоги, которые за ними наблюдают. И вы вносите изменения, потом снова отдаете. И следующий вариант у нас выглядела уже барабанная дробь. Вот таким образом. Смотрите, что мы сделали. Мы нанесли координатную сетку в виде цифр и букв. Да, и предоставили вот такие элементы цветные. Понятно, что детям в возрасте младшим очень важно изучать цвета. Но поскольку цвет мы могли просто на кругляшках изучать, но мы же хотим дать полифункциональное решение. Давайте еще изучать геометрические фигуры. Пушечка, да? У нас нет кругляшков другого цвета. Нам важно было как раз-таки создать некое решение, которое будет не очень объемным, большим, но при этом очень функциональным. Поэтому у нас все квадратики синего цвета, потому что занятие это короткое, без комфорта. Нужно быстро-быстро его решить и обязательно одну карточку успеть прорешать. Вот. И, собственно, звездочки у нас все будут красным цветом. В данном случае они были двусторонними. Короткие винтики, вы видите, да? И те же самые гаечки, которыми нужно закручивать. Соответственно, здесь мы наконец-таки с вами получаем возможность создать карточки. Вот так они выглядят. И эти карточки с заданиями. Давайте я вам покажу сейчас итоговый вариант, который у нас получился после всех-всех-всех апробаций. Причем, если вы думаете, друзья, что апробация это какая-то сложная история, просто договаривайтесь с администрацией любого учебного заведения, звоните, пишите, скажите, я придумал игру, а вам предлагаю провести апробацию, просто заполнить бланки. Бланки предоставляете на четвертом формате, педагог, замечая, вам пишет то-то, то-то, то-то. Главное, чтобы у вас был активный педагог, чтобы он не высасывал из пальца и сам не придумал, какие были проблемы. Здесь просто нужно пару раз перебрать, и вы все поймете. Открываем нашу игру итоговую. Видим большое количество карточек, 20 карточек в комплекте. Далее, что у нас есть? Далее у нас есть игровое поле, и смотрите, оно какое. Оп, вам покажу. Цветное, конечно же, цветное. Помимо того, что мы во время апробации проверяем свойства вот этих всех материалов, которые используем, а внутри мы же общаемся еще с рекламщиками, с производственными цехами. Когда появляются новые технологии, мы сразу пытаемся каждое решение, которое у нас было разработать, улучшить. Я понимаю, что цветной вариант, он выглядит намного ярче, эстетичнее и интереснее для детей. Мы же думаем о том, чтобы мотивировать детей к изучению. Далее у нас появились, точнее, входят в комплект вот эти кружочки, шестеренки трех типов и гаечки. Посмотрите на них, пожалуйста, четырех вариантов. С таким набором захочет заниматься каждый, потому что есть полноразмерные инструкции. И давайте сейчас я с вами быстренько вам покажу, как работают инструкции. Например, да, то есть вот у нас с вами есть первый вариант. Самая первая карточка, она очень и очень простая. Да, то есть мы показываем ребенку, что если ты видишь пунктирную линию круглую, надо ставить кружок оранжевого цвета. Если ты видишь пунктирную линию квадратно вокруг квадрата, ты ставишь, собственно, синенький квадратик. И все, и дальше они сами заполняют. Все очень просто. Но карточку мы напечатали, и это неправильно, если вторая сторона была бы пустой, потому что деньги за карточку заплачены, за бумагу, за печать. Соответственно, на второй стороне мы делаем вот такую интересную историю с кодом. Причем, смотрите, это сделано для детей уже, которые хорошо умеют работать с этой игрой. Им уже не важно, на самом деле, изучать вот эти кругляшки и цвет. Им важно именно научиться и развивать пространственное мышление. Соответственно, они по координатам А1. Оранжевый, а оранжевый у нас только кругляшок. Соответственно, они ставят на А1 кругляшок. Давайте еще раз, смотрите. А1 кругляшок. Дальше у нас идет с вами Д1. Ищем Д1, и тоже цвет оранжевый. И важно, что? Важно, что у нас здесь еще есть колпачковая гаечка. В какой-то момент вы можете сказать, ребята, сегодня играем по усложненной схеме вместе с гаечками. И они начинают такие выкручивать, и обязательно они должны проговорить, что гаечка колпачковая. Прямо сказать название. Нам не надо, чтобы они заучили. Просто мы их приучаем к алгоритму работы, что у них в голове выстраивается структура. Занятие будет с данным тогда, когда мы это все проговорим. На координате А1 находится кругляшок оранжевого цвета с колпачковой гаечкой. Вот правильный ответ. Дальше можно не повторять. Главное, чтобы он первый раз это сделал. Тогда мы понимаем, что структура ответа сформирована. Классно все, молодец. Садись пять. Все, собственно, дальше шестеренки. Давайте покажу. Вместе с вами сделаем. Берем винтовую мозаику. Берем элементы. Далее берем карточку. Вот в данном случае давайте я простую специально взял, чтобы вас не заморачивать. И первые дети, получив вот эту карточку, смотрите, на что обращают свое внимание. Снизу то количество элементов, которые мы должны извлечь из коробки, чтобы не отвлекаться. Соответственно, у нас здесь показано, смотрим на верхнюю камеру, три большие шестеренки и две маленькие. Ну, точнее, средние. Они визуально отличаются. Да? Две и три. Все, взяли, остальное убрали, чтобы не мешалось. Потому что у нас здесь предстоит логическая игра. Глядите, сейчас будет вообще пушка. Ставим ведомую шестерню. Она зеленая. И, точнее, ведущую шестерню, она у нас зеленая. И ведомую, она красная. Соответственно, нам надо наставить паразитирующие шестеренки, чтобы привести за счет кручения одной шестеренки, да, к вращению второй. Как это сделать? Просто логически подумать. И дети начинают вот за счет вот этих трех шестеренок, им больше нельзя использовать. Что-то тут думать, сюда-сюда ее поставить. И причем, если они даже перевернут карточку, ответа они не увидят, пока не расшифруют код. Ты такой подумаешь, дай-ка я по тесте, или я буду код разгадывать. Тут уже в зависимости от типа мышления ребенок должен справиться. В моей вселенной они какое-то время пытаются решить это так наугад, не получается, переворачивают и, собственно, пользуются подсказкой в виде разгадывания кода. Но в нашем случае это большой плюс, ведь они разгадали код, и они прошли тоже задание повышенной сложности. Вот так. Короче, поскольку я в этом плане человек развитый, дайте-ка поставлю. Я уже это все собрал, да, и у меня вся эта история завращалась. Я не стал красить специальным зеленый цвет в красный цвет. Педагог сам может наклеить меточки, если это ему нужно. Ну, дети, на самом деле, и так прекрасно справятся. Потому что, в конце концов, когда мы это построим, нам не важно, что мы будем вращать. Главное, чтобы он просто вам вслух один раз проговорил. Ведущая шестеренка та, которая ведет, да, та, которая самая активная, и к которой подключен двигатель. А ведомая шестеренка это та, да, ради которой мы это все делали, то есть на которую мы хотим передать усилию. Вот и все. Вот задача у нас педагогическая в этом случае достигнута. Но это неправильное решение, потому что гаечки я не закрутил. Здесь мне нужно на каждую большую шестеренку закрепить колпачковую гайку. Колпачковую гайку. Опять мы проговорили. Да? И название у нас здесь все прописано. Смотрите. Шестигранная, соединительная, колпачковая, барашковая. Вы не поверите, друзья, из-за того, что я очень давно эти карточки писал, я уже название сам и позабыл. По старой русской традиции у нас у одного предмета 15 тысяч названий. Та-дам! Но, тем не менее, ваши дети должны говорить вот так, как мы прописали, потому что это алгоритм. Следите, пожалуйста, за этим. И, собственно, последний этап, когда мы с вами разработали карточки, определились, наконец, какая у нас будет комплектация, как будет выглядеть конечный продукт, нам надо разработать коробку. В данном случае вот коробка у нас вот так выглядит. Я и не очень довольна, сразу вам скажу, но из-за того, что у нас партии не такие большие, индивидуальную упаковку с сложным дизайном заказать просто не представляется возможным. Это очень дорого обойдется конечному покупателю. Поэтому здесь мы говорим, на какое-то время мы с этим смиряемся, фотографируем в таком виде, в каком есть. Люди, когда приобретают, они приобретают уже вот изделие вот в таком формате, в каком есть, они это все видят. Вот здесь, к сожалению, пока не получается. А на обложку у нас супер обложка натягивается, такой чулок, где, собственно, вся информация уже контактная, которая по законодательству необходима, уже прописана. Все. Вот так сегодня я вам рассказал, как рождался продукт «Винтовая мозаика», который очень интересен и полифункциональный, который вы можете использовать на групповые занятия, индивидуальные, которые могут использовать как дети с четырех лет под присмотром взрослых, не забывайте, конечно же, и также люди старшего возраста, которые могут использовать в качестве реабилитации или просто игры, которая будет, пока мы разговариваем, можно что-то делать. Такие дела. То есть тут у нас сенсорное развитие, развитие мелкой моторики, изучение цвета. Все это очень классно и очень интересно. Я надеюсь, этот выпуск был полезен для вас. Обязательно пишите комментарии, чтобы, если вам это интересно, то мы будем немножко раскрывать больше секретов своей профессии, чтобы вы достигали тех же успехов, которых достигаем мы. Вместе мы добьемся большего, как говорят. Пишем комментарии, шлепаем прямо по колокольчику, чтобы оставаться в курсе последних событий. И обязательно, обязательно, друзья, поставьте лайкосик или диз под этим видео, чтобы мы понимали, нравится, не нравится. До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok